Как изменится жизнь граждан Республики Молдова, если три ответственные партии, платформа «Достоинство и правда», «Действие солидарность» и «Демократическая партия», каждая выйдет со своим предложением, как они видят новый состав правительства и кто должен быть премьер-министром. И у всех трех партий будут абсолютно аргументированные позиции, люди, которые не работали, допустим, лично на Плохотнюка или Шора, и с ним лично не связаны. Но, насколько я понимаю, ни у одной из трех партий нет необходимого количества голосов. То есть вы просто выступите со своими предложениями, но никто не получит большинство голосов. Как от этого изменится жизнь простого гражданина? Так она не изменится, пока не будет нового правительства. С этим правительством она уже точно не изменится. Но я понимаю, что новое правительство возможно только при очень дипломатичных переговорах с другими. Переговоры дипломатия с кем? Вы понимаете, что такое дипломатичность в условиях олигархического парламента? В условиях этих разборок это не будут переговоры. Вы с демократами готовы вести переговоры? На наших условиях. На наших стратегических условиях готовы вести переговоры. Мы готовы с каждым депутатом говорить, если они принимают стратегические формулы платформы «Да». Мы вытащим страну, а заодно и вас, депутатов, из этой ситуации, с 11 мандатами. Мы готовы рискнуть ради страны. То есть, если они проголосуют за правительство платформы «Да», то они уже не будут теми токсичными людьми, которые когда-то действовали против страны под команду Плохотнюка? Они будут ими. Но это единственный выход, который мы видим для страны. Я не знаю, кто проголосует сейчас. Мы же не знаем, кто будет голосовать. Мы ни с кем не собираемся делать коалицию. Но в условиях, когда мы не можем... Я еще раз, третий раз уже говорю. В условиях, когда нельзя провести выборы, мы видим только так решение.